Экспедиция «Инновационная Россия» 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 То есть мы прям как, можно сказать, кладоискатели, ищем по всей стране лучшие драгоценные монеты, которые можно проинвестировать, и чтобы они стали потом еще круче, а мы на этом дополнительно разбокатели. Ну и параллельно это сделать некий такой срез инновационной экосистемы, понять наши миссии, что хорошо в одном регионе, что плохо в другом регионе. И, наверное, донести это уже до местной власти, мы всегда встречаемся обычно с заместителями губернаторов, чтобы обсудить срез по региону, чего не хватает для развития инновационной экосистемы, потому что сейчас мы находимся уже в 15 регионе, который посмотрели до Перми, еще успеем в Екатеринбург, поэтому мы прекрасно представляем, что творится в инновационной экосистеме каждого региона. И, конечно, интересно будет посмотреть, а что происходит в Перми. Да, вот какая программа в Перми, помимо выступления перед бизнес-сообществом, намерены также с губернатором или с представителями встретиться? У нас в технопарке очень интересны туда сходить. Да, мы будем проводить мини-стратегическую сессию в технопарке вашем, это в первую очередь. Потом мы всегда открыты к любым предложениям, если кто-то захочет с нами встретиться, поделиться, куда-то пригласить, мы всегда с удовольствием. Обязательно будет стандартная от меня утренняя пробежка, ну а, наверное, самое главное, это наша как раз неформальная встреча, когда первое мы делимся своим опытом, например, я расскажу, как проводить статегические сессии для масштабирования компаний. Сергей Богданов расскажет о том, что делать, если вы хотите получить деньги от инвесторов, то есть как привлечь инвестиции от венчурных фондов. И после этого у нас будет и неформальное общение. Да, вот что касается самого выступления, там указано, что будут затронуты темы успешных направлений инвестирования в Пермском крае на сегодня. Вот какие существуют? Успешное направление, ну то есть если мы берем инвестиции, то так называемое венчурное, куда мы инвестируем, находится в самой практически рисковой. То есть есть сначала депозиты, есть акции, есть какие-то займы, сдача квартир в аренду, инвестиции в недвижимость и так далее. И только после этого уже идет и венчурное. То есть это все-таки риск, и нужно только 10% капитала держать именно в этих инвестициях. Но об этом мы и поговорим. Ну вот также, наверное, ошибки разберете. Вот какие самые частые ошибки, особенно у начинающих стартапов? Возможно, это упаковка и так далее. О, ну смотрите, первое, вы совершенно правы, это упаковка. А второе, нет амбициозности в продажах и нет четкого понимания. То есть сколько мы продаем, как мы привлекаем клиентов, как мы упаковываемся. Ну и даже самопрезентация, то есть очень часто бывает, когда приходят стартапы, говорят, мы хотим деньги, хотим инвестировать, расскажите про свой проект. И бывает там плохо-плохо рассказывают. То есть важно, чтобы качественно умели самопрезентовываться. Наверное, это первое. А какие на сегодня есть инструменты для получения поддержки стартапам? И что это за поддержка? Потому что у нас вот в Пермском крае часто заявляют стартаперы, что очень сложно начать, недостаточно поддержки как раз таки. Ну, я считаю, что все-таки стартаперы – это тоже предприниматели. А если уж ты предприниматель, то ты должен уметь развиваться абсолютно без поддержки. Но на самом деле сейчас существует очень много различных форматов поддержки, различные государственные фонды, где легко довольно получить гранты, если у тебя там IT-компания на первичное развитие. Ну и также в программе заявлено о новых возможностях инвестирования бизнес-ангелов в быстро растущие бизнесы. Вот поделитесь успешными кейсами. Самая основная ошибка региональных бизнес-ангелов, что они начинают, о, у меня есть деньги, давайте я их куда-нибудь потрачу, о, давайте я проинвестирую в местные бизнесы. Инвестируют в местные бизнесы, потом прогорают и понимают, что венчурные инвестиции – это не то и не хочется заниматься. То есть очень важно начинать с профессионалами, может быть, с какими-то синдикатами, с фондами, инвестировать совместно, а потом уже развивать местное бизнес-сообщество, местный клуб инвесторов. Алексей, огромное вам спасибо за беседу. Надеюсь, что все ваши ожидания сбудутся насчет Пермского края. Алексей Маликов, основатель инвестиционного фонда A&A Capital, организатор экспедиции. На связи со студией РБК мы обсуждали приезд команды экспедиции в краевую столицу на неформальную встречу для предпринимателей, стартапов и инвесторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин